8 сентября в Десногорске финишировал баскетбольный марафон среди юношей и девушек, проходивший в летний период во всех муниципальных образованиях Смоленской области в рамках проекта «Планета баскетбола. Оранжевый атом» под эгидой концерна «Росэнергоатом» Смоленской АЭС, Центра спортивной подготовки баскетболистов «Динамо Росатом» при поддержке регионального отделения партии «Единая Россия». Замечательная инициатива концерта «Росатом», которую поддержала региональное отделение политической партии «Единая Россия» в лице секретаря Игоря Васильевича Яковлова. Хочется сказать, что спорт дает вам возможность, ребята, не только быть здоровыми, но и знать, что соревновательный дух в жизни необходим всегда. Но при этом вы учитесь быть единой командой. Баскетбольный марафон «Три на три» стартовал в регионе в начале лета. Он проходил в рамках проекта «Детский спорт». Игры прошли почти во всех районах области. Всего в марафоне приняли участие более 1600 школьников, свыше 600 детских команд. Детский спорт, и в частности баскетбол, начинался именно с Десногорска. Это связь партии «Единая Россия» с концерном «Росэнергоатом». Нет ни в одной области, мы этим гордимся, вот такого обширного охвата сегодня и детей, и населения соревнований по баскетболу. На финал баскетбольного марафона в Десногорск приехали 64 команды из 23 районов и городов области. Юноши и девушки соревновались в двух возрастных группах – 2004-2005 года рождения и 2002-2003. Игры проходили на двух площадках. Несмотря на свой юный возраст, школьники показали интересную игру с точными передачами и дальними бросками, обводками и дриблингом. В результате напряженной борьбы победителями первого сезона стали команды из Десногорска, сборной четвертой школы «Динамо» и «Бейбики», а также из городов Смоленск и Вязьма, Ельнинского и Смоленского районов. Мы провели хорошее мероприятие, мы привлекли внимание на местах к вопросам оздоровления населения системно. Мы сегодня презентуем баскетбольный марафон 4-4, который у нас будет идти с октября по апрель месяц, и который, я уже думаю, теперь все муниципальные образования в нем будут участвовать, и в котором будут участвовать не просто муниципальные образования, а все образовательные школы. Этот марафон стал одним из самых массовых спортивных мероприятий. Предстоящий сезон обещает стать еще более масштабным. Организаторы планируют дни баскетбола, семинары и мастер-классы с участием олимпийских чемпионов и знаменитых тренеров. Первоочередная задача подобных мероприятий – это здоровье нации и воспитание молодого поколения. Второй летний марафон запустится в мае следующего года.